Дорогие, я приветствую всех вас в канун Рождества. Сегодня у нас особенное рождественское собрание, посвященное рождению нашего Спасителя. И я так рад, что мы все вместе сегодня объединились вокруг этого прекрасного события, вокруг рождения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он родился, Он однажды пришел на эту землю, Сын Божий, Спаситель мира, Царь царей, Господь господствующих, истинный Бог, Владыка неба и земли, Пастырь добрый, Свет миру. Создатель вселенной, первый и последний, Альфа и Омега, начало и конец. Пред Ним преклонится всякое колено, и Он будет судить всех живых и мертвых. Мне кажется, стоит воздать аплодисменты этой великой личности, нашему Господу Спасителю Иисусу Христу. Аллилуйя! Это великое событие и это великое чудо, что Он, вот этот всемогущий Бог, имеющий все эти атрибуты, Он оставил однажды небо и пришел на эту землю. 15 разных пророков пророчествовали о Нем, об Иисусе Христе, о Его рождении, о Его жизни, о Его смерти. Эти пророки жили в разное время, совершенно естественно не зная друг друга. Независимо друг от друга, они пророчествовали в одном духе, говоря, что однажды родится, однажды придет этот Спаситель, это великая личность, и Его увидят. 15 пророков, столько пророчеств, сотни просто пророчеств. Например, пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа на этой земле пророчествовал в точности, передавая страдания Иисуса Христа и передавая вот этот путь на крест Его. В 53 главе пророка Исаии вы можете прочитать, 700 лет до рождения Он жил, но в точности описал все эти события. И мы понимаем, что-то особенное в этом, что-то потрясающее. Так много Бог рассказывал, предупреждая о том, что придет Его Сын родиться на этой земле. Мне кажется, учитывая все это, можно предположить, что Его рождение все ожидали, и можно предположить, что все должны были бы быть готовы, потому что так много было предсказано о Нем. Скорее всего, наверное, можно было бы ожидать, что Его просто примут, как Сына Божьего. Примут так, как и должно, потому что все предупреждены, все знают, всем известно. Давайте приготовимся. Но так ли это было? Так ли это было? Ожидая Иисуса Христа, ожидая Спасителя, все ли были готовы к Его приходу? Приняли ли Его достойно? Приняли ли Его соответственно всем вот этим атрибутам, которые я перечислял выше? И мы знаем, что все это происходило далеко не так. И прежде чем мы посмотрим, каким же было Рождество, я хочу сказать одну важную вещь. Иисус Христос пришел на эту землю и родился не потому, что мы заслужили это, не потому, что кто-то из людей заработал это, заслужил, не потому, что кто-то сделал что-то особенное, чтобы впечатлить Бога, и Бог бы послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю. Также я скажу, что это не произошло естественно. Иногда, общаясь с людьми, я вижу, что они говорят, ну, конечно, Он же Бог, Он любит, поэтому, конечно же, ну, так должно было произойти, Иисус, конечно, однажды пришел, если любит, но пришел на эту землю, все ясно и понятно. Что-то попахивает теорией эволюции, где все происходит вот так вот каким-то естественным образом, одно из другого вытекая, но я должен сказать, что рождение Иисуса Христа на этой земле, это было далеко не естественно, это было далеко не вытекающим следствием из жизни человеческой, это было сверхъестественно. Я бы даже сказал, что это было противоестественно, чтобы Сын Божий, Святой Иисус Христос, Которому поклонялись ангелы на небеса, чей престол был превыше всякого престола, славе которого не было пределов, чтобы Он пришел на эту землю, туда, где все заражено грехом, туда, где, как написано, никто не ищет Бога, никто не стремится Ему угождать, никто не заботится о том, чтобы знать Его волю, написано, где каждый ищет своего, где каждый гребет только под себя, в эту атмосферу, в это непринятие, было неестественно прийти Сыну Божьему. Поэтому, когда мы знаем, что Он пришел, ответ следующий, почему Он пришел? Он пришел, потому что однажды Отец, Сын и Святой Дух, они решили, что Он придет. Они решили, что Иисус Христос родится на этой земле, как маленький младенец, так же, как рождается любой человеческий ребенок на этой земле. И Он на самом деле родился самым простым образом. Он не родился в каких-то царских хоромах, где Ему бы оказывали все почести достойно тому, кем Он является. Он не родился в каких-то особенных привилегированных условиях. Более того, Он родился как будто по пути, как будто вообще даже случайно, как будто даже не должно было бы быть так. Иосиф с Марией, они собрались в город, в Иудею, они собрались в Вифлеем, потому что Кесарь, Август, Он объявил по всей земле перепись. Это была первая перепись в его время, и Он сказал, чтобы все собрались по своим местам и провели эту перепись. И вот Иосиф с Марией пошли, и написано, что по пути настало время Марии родить. Просто как будто по пути, просто как будто совершенно не спланированно, как будто случайно. Они пришли в это селение, и оказалось, что им даже места нет, где рожать. В гостинице не нашлось для них места. Они стали искать, где им родить, и им выделили какой-то хлев. Там, где собрались разные домашние утварь, скотина, и там была кормушка для скота, которая здесь у нас названа ясли, что Мария родила там, и она спеленала ребеночка своего Иисуса и положила его в ясли, дословно в кормушку для скота. Кажется, как будто вообще никто не ожидал, что Сын Божий должен родиться. Кажется, как будто случайно, как будто вообще не должно было бы этого быть, но Он родился. Но мы знаем, что задолго до Его рождения прозвучало пророчество, что Он именно так родится, что Он родится в городе Вифлееме, в незначительном месте того времени, в небольшом городке или в деревушке, даже можно было бы сказать, родится Спаситель миру Иисус Христос, что Его спеленают и положат в ясли. Об этом были пророчества. И нам кажется, что, может быть, вот когда пророчества звучат, наверное, это будет каким-то сверхъестественным, особенным образом. Это на самом деле происходит сверхъестественно, но когда мы смотрим, мы не видим чего-то особенного. Иногда, когда пророчества Божьи начинают осуществляться в нашей жизни, мы можем даже этого не заметить, не обратить на это внимание. Может даже казаться, вообще так не может быть. Оказывается, за всеми этими мелочами, за всеми этими, казалось бы, случайностями, стоит великий и всемогущий Бог, который с самого рождения направлял своего Сына Иисуса Христа. Потому что Отец, Сын и Святой Дух, они решили, что Он придет на эту землю. Они решили, что Он будет жить здесь, как обычный человек, проживая свою жизнь и рассказывая о том, что есть вечность. Они решили, что Он своей жизнью покажет Бога и расскажет всем людям о том, что есть вечность и о том, что Небесный Отец ждет каждого человека там, в Своем Царстве, на небесах. Они решили, что Иисус Христос, Он будет всем рассказывать об этом необыкновенном Царстве, а потом Он расскажет, что грех отделяет человека от Бога. И Бог знал, что люди не примут Иисуса Христа. Бог, конечно же, знал, что дьявол постарается сделать все, чтобы убить Сына Божьего через других людей. И так все и произошло. Иисус Христос родился на этой земле, Он жил, Он рассказывал людям о Царстве Божьем, Он являл своей жизнью Бога, и Его схватили однажды. Его повели на этот крест. Дьявол через людей постарался уничтожить Иисуса, и Он пригвоздил Иисуса на этот крест. Но как однажды кто-то сказал, что неримские гвозди держали Сына Божьего там на кресте, с ними бы Он легко справился. Любовь Божья, она заставила Его оставаться на этом кресте. А потом Его сняли с креста и положили в гроб. Но на третий день Иисус Христос воскрес из мертвых. На третий день исполнилось очередное пророчество, сказанное о Нем задолго до Его рождения. И Иисус Христос воскрес из мертвых. Он воскрес. И это было явно и очевидно для всех. Мы знаем, что так все это и произошло. Потому что смерть не имеет власти над безгрешным. Но таким образом Иисус Христос взял на себя наше наказание. Он родился, Он пришел на эту землю для того, чтобы исполнить волю Отца Небесного, чтобы взять наше наказание за наши грехи на себя. И Он сделал это. Сегодня каждый раз, когда кто-то приглашает Иисуса Христа в свою жизнь, получает прощение грехов. Благодаря тому, что однажды Сын Божий родился и умер за наши грехи и воскрес из мертвых для нашего оправдания, сегодня каждый человек, который открывает свою жизнь и приглашает Иисуса Христа в нее, получает прощение грехов. Не потому, что заработал, не потому, что заслужил, не потому, что сделал какой-то особенный подвиг перед лицом Божьим, чтобы получить прощение, но только лишь по одной причине. Бог так решил. Из своей милости, из-за своей великой любви, Он решил спасти каждого человека. И ради этой цели Иисус Христос однажды родился на этой земле. Дорогие, каждый человек, я повторю, который пригласит Иисуса Христа в свою жизнь, получит спасение, получит прощение грехов и получит Святой Дух прямо внутрь себя, получит Святой Дух прямо в свое сердце. И это удивительное чудо, которое Бог приготовил для нас. Это удивительное чудо, ради которого Иисус Христос оставил небо и пришел на эту землю. Дух Божий никогда не смог бы поселиться внутри человека, если бы не была уплачена эта великая цена за все наши грехи. Мы бы всегда понимали, что Бог есть где-то там, на небе. Да, Он всемогущий, Он может много чудес разных делать, Он может помогать тебе в твоей жизни, но когда твоя жизнь закончилась бы на этой земле, никто и ничто не смогли бы тебя спасти от вечного наказания в озере Огненном, о котором говорит Библия также, что каждый человек, который согрешил, он отделен от Бога и его ожидает вечность в аду, или как мы дальше читаем в озере Огненном, это страшная перспектива, это страшная вечность, и чтобы освободить нас от этой вечности, чтобы спасти нас от этой вечности, нам недостаточно просто иметь какую-то информацию, нам необходим живой Бог, Который жил бы не просто рядом с нами, Который бы жил внутри нас, Который руководил бы нами каждый день, Который освещал бы наш разум, Который защищал бы нас от дьявола, который сохранял бы нас во всякой опасности. И Бог, творя человека, Он так и хотел, чтобы жить всегда внутри нас, чтобы вести нас по жизни и направлять. И это единственная возможность, чтобы в вечности оказаться не в погибели, а в Царстве Божьем, для которого Бог каждого из нас создал. Мы все согрешили, мы все отделились однажды от Бога, мы родились уже в грехах, но Иисус Христос родился на этой земле именно ради того, чтобы заплатить цену за наши грехи и чтобы можно было в нас, в оправданных кровью Иисуса Христа поместить Святой Дух. И когда Дух Святой приходит, когда Он поселяется внутри человека, тогда происходит то, что Библия называет рождением от Святого Духа. Мы все родились как люди, просто по-человечески родились однажды благодаря любви мамы с папой. Мы каждый появился на этой земле, но мы все согрешили и по нашим грехам обречены на вечную погибель. Но тот, кто родится от Духа Святого, тот, кто получит этот подарок, который Бог приготовил для каждого человека, Он спасется, потому что когда Дух Святой появляется внутри нас, это появляется новая жизнь. Эта новая жизнь точно такая же, как и у Иисуса Христа. Это та жизнь, которая пришла с рождением Сына Божьего, с рождением Иисуса Христа на эту землю. Иисуса Христа впервые, она так явно проявилась через Сына Божьего, который, как мы уже слышали, больше двух тысяч лет назад пришел на эту землю, и все его видели, и все восторгались. Но когда Он родился, не так много людей было, которые понимали, что происходит. Не так много людей было, которые осознавали, что родился Спаситель, Сын Божий, только те, которые ходили с Богом, которые реально ожидали Его, они по милости Божьей понимали, что-то особенное здесь происходит. Мария, который пришел, ангел Гавриил, и который сказал, что родится через нее Сын Божий. Потом пастухи, потом эти волхвы, о которых мы сегодня уже слышали, Анна, пророчица, другие, некоторые отдельные люди, которые ожидали рождения Иисуса, они, по милости Божьей, что-то начинали видеть и понимать. Но все остальные люди, они смотрели и не видели в этом ничего особенного. Более того, кто-то видел в этом угрозу для своего престола, для своей жизни. Точно так же, подобным образом происходит, когда мы рождаемся свыше, когда внутри нас появляется эта новая жизнь, и мы поговорим сегодня об этом. Я подчеркну, что когда приходит Сын Божий на эту землю, когда Он пришел, точно так же, когда этот Сын Божий через свой Святой Дух приходит лично в нашу жизнь, это появляется новая жизнь. Новая, которой никогда раньше не было. Однажды Бог, сидящий на престоле, сказал, это записано в Откровениях, в 21 главе, в 5 стихе. И сказал, сидящий на престоле, вот творю все новое. Дорогие, о Рождестве можно говорить много. О Рождестве можно говорить с разных сторон. Например, можно говорить о том, что это великая радость, которая будет всем людям. И ангелы, которые явились пастухам, они именно так и сказали. Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям, каждому человеку. И это потрясающе. Но сегодня я хочу поразмыслить с вами с другой стороны о Рождестве. Я хочу вам сказать о том, что Рождество это что-то настолько новое, это настолько необычное, когда Бог приходит в свою жизнь, это настолько новое, что это невозможно никак сравнить с тем, что у тебя было до сих пор. И если ты начинаешь сравнивать, ты однозначно попадешь в какой-то обман. Потому что Бог сказал, я творю все новое. Аминь. Скажите, все новое. Все новое. Это значит абсолютно все. Теперь я хочу прочитать вместе с вами о том, как же было Рождество. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, первая глава. С 18 стиха. Так и написано. Рождество Иисуса Христа было так. И потом Евангелист Матфей передает нам что-то. И я думаю, это больше, чем просто информация. Давайте будем внимательно читать и слушать, потому что за этими словами больше, чем информация. Только подумайте, Евангелист Матфей, Дух Святой через него, он говорит, Рождество Иисуса Христа было именно вот так. Давайте услышим. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Рождество Иисуса Христа было вот так. И мы видим, что для Иосифа и с Марией это было точно неожиданно, это было точно не спланировано. Они спланированно любили друг друга, они спланированно собирались быть вместе, они планировали иметь детей, они планировали строить свой дом, но вдруг в какой-то момент Мария приходит и говорит Иосифу о том, что она в положении. И я понимаю, что все их человеческие планы, как они в тот момент думали, просто разрушены. Я представляю человеческую боль, человеческие мысли, которые пришли к Иосифу, который скорее всего понимал, что ну это же предательство, как она так могла. Ему было очень трудно, и нам надо согласиться, что это было скорее всего невозможно принять мысль, что его возлюбленная, которая клялась ему в верности, в любви, на которой он собирался жениться, что она беременная от Святого Духа. Я понимаю, что это был просто взрыв в его жизни и остановка, и Бог сверхъестественно пришел во сне. Ему потребовалось прийти именно таким образом и очень ясно проговорить Иосифу и сказать, не бойся принять жену твою. Не было чего-то неправильного в отношениях между Марией и Иосифом. Они не были грешниками, которых нужно было просто остановить и сказать, разойдитесь в разные стороны, потому что вы не можете быть, я по-другому хочу вас использовать. Нет. Они были праведниками. И Бог подчеркивает это, что они были праведными, и Бог избрал их для определенной цели. Но когда Он пришел, чтобы эта цель исполнилась, человеческий взгляд был, как будто все рушится, как будто все кверх тормашкой теперь, все, одна мысль о том, что Его возлюбленная в положении, да она еще придумывает, что от Духа Святого, но это же просто все, катастрофа в жизни. Я хочу сказать, что наш взгляд человеческий на то, что Бог делает в нашей жизни, Он всегда больше, чем мы можем понять в этой коробочке. Он всегда шире, больше, глубже, Он всегда дальновиднее того, о чем мы можем предположить или подумать. Нет никакого сомнения. У нас с вами через, спустя две тысячи лет, когда мы читаем Святое Писание, нет у нас никакого сомнения в том, что это была избранная пара, которую Бог избрал для того, чтобы именно в этом доме родился Спаситель для всего мира. Вы согласны с этим? Но я думаю, несложно будет согласиться также с тем, что, как говорят, взрыв мозгов, просто это было что для Иосифа, что для Марии. Это было невозможно понять по-человечески. Именно так, я вижу, Бог действует. Он действует больше, чем мы можем понять, но каждый раз Он ожидает, что мы будем Ему доверять. Каждый раз Он ожидает, что мы будем полагаться не на наш разум, не на наш взгляд, не на наши перспективы, не на нашу логику, Он ожидает, что мы будем полагаться именно на Него. Он сверхъестественно пришел на эту землю. Он сверхъестественно хочет действовать в нашей жизни. И Он имеет возможность действовать там, где люди доверяют Ему по-настоящему. Вы только подумайте, что было бы, если бы Мария сказала, что подумает обо мне Иосиф. Если бы в разговоре с Гавриилом, она бы сказала, при всем уважении к тебе, ангел, мне-то потом жить с этим человеком. Хорошо, я все объясню, я вижу, что ты ангел, все понятно. Многие люди говорят, да, я понимаю, что Бог, да, ну что Он скажет обо мне, ну что они скажут обо мне, ну что те подумают обо мне, ну как на работе ко мне отнесутся, и столько разных, но, только представьте, если бы Мария посмотрела по-человечески на эту ситуацию, ведь она хотела замуж, ведь она любила Иосифа, ведь у них был потрясающий союз, и соседи говорили, скорее всего, вау, какая пара, какая пара, какая благословенная пара, Бог просто на них. И она понимает, что скоро, через пару месяцев, она, во-первых, не может молчать, она должна будет сказать Иосифу, и потом, скорее всего, ее выставят блудницей, и все, что угодно может быть, потому что кто ей поверит, что она беременная от Святого Духа, и ей надо будет как-то с этим жить. Если бы она подумала об этом по-человечески и сказала бы ангелу, нет, только представьте, что бы могло быть, воля Божья не смогла бы исполниться в таком случае, только подумайте о том, если бы Иосиф сказал, вот приснится, а, я уже вообще помешался на этом, похоже, это ж надо, а, написано, когда он проснулся от этого сна, он принял Марию, потому что во сне Бог ему сказал, прими жену твою, Бог видел ее женой, все в порядке, Бог видел Иосифа, мужа Марии, все в порядке, это от него был союз, но прежде чем, ребята, вы будете счастливы в своем доме, позвольте, я использую вашу любовь для чего-то большего, чем вы можете иметь по-человечески. Да, Господь, конечно, вот они мы, пожалуйста. Мария, тебе надо забеременеть от Духа Святого. И наше желание всегда, чтобы Бог использовал нас, но когда Бог начинает нас использовать, нам иногда кажется, что просто земля из-под ног уходит, кажется, все переворачивается, кажется, все рушится. Дорогие, но Бог ожидает, что мы в любой ситуации, в любой момент скажем Богу, да, Господь, как сказала однажды Мария, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Это больше, чем можно понять, это больше, чем можно как-то по-человечески объяснить. Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Я верю, что Твое слово, оно благое. Я верю, что Твое слово, оно за меня. Если Ты ожидаешь от меня этого, я так поступлю. Я хочу не просто человеческое счастье схватить, Господь, я хочу больше, я хочу то, что от Тебя придет в мою жизнь. Я благодарю Господа и за Марию сегодня, и за Иосифа. Она однажды сказала, что блаженные будут называть меня, будут ублажать народы, и это правда. Мы понимаем, она блаженная, на самом деле она счастливая. Почему однажды какой-то человек, а эта женщина смотрела, как Иисус учит и говорит, о, какое блаженно чрево носившее Тебя. Иисус сказал, не в этом суть. Суть и красота Марии не в том, что она родила Сына Божьего. Ее красота не в том, что она сделала какое-то особенное дело. Ее красота в том, что она не стала полагаться на разум свой. Она не стала опираться на мнения человеческие. Ее красота в том, что, несмотря на весь ожидаемый по-человечески позор, она сказала, я раба Господня, да будет мне по Слову Твоему. В этом ее красота. Поэтому Иисус ответил той женщине, которая выкрикнула, о, блаженно чрево носившая Тебя и грудь питавшая Тебя. А Иисус сказал, блаженны те, которые исполняют Слово Божье. Аминь. Блаженны те, которые услышат Слово Божье и согласятся исполнять Его на этой земле. Несмотря на тот позор, который по-человечески может быть у тебя в голове возникает и кажется, как и кто о тебе подумает. Но если ты будешь стараться угодить Богу своему до конца, ты будешь блаженным называться, ты будешь блаженной называться, ты будешь по-настоящему счастливым человеком. Чуть позже мы видим, как развивались события. Вы знаете, они согласились принести определенную жертву Мария и Иосиф. Когда вы читаете и вы видите, что написано, и принял Иосиф в жену свою и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Он не знал ее, он не касался ее. То есть у них не было первой брачной ночи как минимум девять месяцев. Вы видите? Они согласились принести эту жертву, Господи. Сначала Ты используй нас. Сначала пусть Твое дело состоится. Мы готовы воздержаться от всего. Мы хотим увидеть, как Твой план осуществится. Иногда Бог просит нас, подожди немножко, подожди немножко со своим счастьем, подожди немножко со своим успехом, подожди немножко, чтобы Тебе обогащаться. Я хочу дать Тебе намного больше. Я хочу Тебя благословить несравненно сильнее. Но принеси мне определенную жертву. Но предоставь себя сначала для меня. Помните, это точно так же, как Илья пришел, и там была Сарепту Сидонскую, и там была женщина-вдова, и он пришел и говорит, есть у тебя что-нибудь попить? Она выносит ему попить, а он говорит, еще хлебом не захвати. Она говорит, господин, у нас вот чуть-чуть масла, у нас чуть-чуть хлеба. Мы сейчас вот испекем последнюю лепешку и умрем, по всей видимости. Как я могу, типа, отдать Тебе и не прокормить своего ребенка? И Илья, пророк, глядя на эту женщину, говорит, подожди, подожди, принеси сначала мне, а потом покормишь сына своего и поешь сама. Принеси сначала мне. Это принцип Божий. Он ожидает, что мы сможем доверять Ему, что мы сможем пожертвовать чем-то своим и сначала позволить Ему сделать что-то в нашей жизни. Рождение, дорогие, рождение Иисуса Христа, оно было превыше всяких ожиданий пророков, превыше всяких размышлений иудейских, потому что весь народ, высшие умы этого народа из поколения в поколение, многие сотни лет размышляли о том, как должен прийти Сын Божий. Они ожидали его все. Это был народ, который ожидал пришествия Мессии, но когда Он пришел, Он пришел не так, как они могли себе представить, читая даже Слово Божье. Дорогие, я хочу прочитать вам одно местописание. Оно, на мой взгляд, просто потрясающее. Оно потрясающее. Но перед этим я хочу сказать еще одну вещь. Кроме того, что рождение Иисуса было непонятное, оно вызвало определенное противление. Оно вызвало противление от власть имущих. Ирод на тот момент был президентом, так сказать, той страны. И Ирод устроил целое гонение на всех младенцев от двух лет и ниже, чтобы точно уничтожить Иисуса Христа, потому что он увидел в нем какого-то конкурента. Он увидел, как будто Иисус призван забрать его власть. Он не понял этого. Мария с Иосифом согласились отдать свое счастье. Они согласились предоставить себя Богу, даже если это будет в ущерб их устройству и счастью. Ирод представитель другой категории людей, которые борются за свое счастье, которые боятся отдать, отпустить что-то свое, которые не так мечтают о том, чтобы исполнить волю Божью. И они оказываются противниками Христу. Они начинают видеть в церкви, в братьях, в сестрах, каких-то конкурентов. Они начинают видеть каких-то противников. Начинают бороться непонятно с чем и творить беззаконие. Ранить, убивать. Было истреблено огромное количество младенцев. И опять же исполнилось пророчество. Бог знал, что когда придет Сын Божий, Он не придет просто так спокойно, незаметно, когда Он придет. Когда святость Божья приходит в твою жизнь, она разделяет. Когда Иисус Христос родился на эту землю, Он еще просто младенец, Он еще ничего не может, Ему меньше двух лет, но Он уже, эта святость, это присутствие Божье, которое пришло вместе с рождением Христа, оно начало разделять, оно стало что-то возмущать в этом мире, в этом обществе. И Ирод поднялся, чтобы противостоять. Дорогие, сегодня каждый человек, который приглашает Иисуса Христа в свою жизнь, который пригласил Иисуса Христа в свою жизнь, может видеть точно такие же проявления. Как будто что-то против вас, как будто там, где раньше это были ваши друзья, теперь они перестали понимать вас, теперь они даже противятся вам, теперь они даже пытаются как-то противостоять вам, высмеять вас. И вы смотрите, вроде друзья были, а начинают вести себя как будто враги. За всем этим, дорогие, не просто люди стоят, за всем этим стоят те же бесы, которые возмущали Ирода, чтобы убить младенца Иисуса Христа. Дьявол ненавидит то новое, что пришло в вашу жизнь. Дьявол старается атаковать это. Но поверьте, Бог намного сильнее. Нам нечего бояться, потому что Бог за нас, кто может быть против нас. Потому что Бог избрал каждого из нас, точно так же, как Иисуса Христа, который родился на этой земле. Божье присутствие на нас, Дух Божий внутри нас. И поверьте, Отец наблюдает за каждым из нас. И волос, написано, не упадет с головы нашей без воли Отца на то. Аминь. Аминь, дорогие. Я прочитаю заключение один стих. Первое послание Петра, пятая глава, десятый стих. Первое Петра, 5-10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе. Сам по кратковременном страдании вашим да совершит, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аллилуйя. Никто из нас не заработал бы рождение Иисуса Христа. Никто из нас не мог бы уплатить какую-то цену, если совершить какой-то подвиг, чтобы получить Духа Святого в свое сердце. Это его воля, он сам, он так решил, он так сделал. И если ты ему сказал в своей жизни да, то поверь, он ведет тебя по жизни, что бы ни происходило в твоей судьбе. Верь, он проведет тебя через любую ситуацию. Иисус родился в хлеву, его распили на кресте, но он воскрес из мертвых. Он сегодня царь царей, он сегодня живущий во веки. Сегодня смерть не имеет власти над ним никакой. И мы следуем за ним. Он первенец из умерших и воскресших из мертвых. Он первенец, а мы последователи Иисуса Христа. Каждый, кто уверует в Него, не умрет. Каждый, кто уверует в Него, спасется. И мы крепко стоим на этом основании. И никакой дьявол, и никто, и ничто не смогут разрушить власть дьявола. Про Иисуса было написано, что Он как росток из сухой земли вышел, но дьявол ничего с Ним не мог сделать, потому что Божья защита была. Как бы ты слабо себя не чувствовал в своей жизни, знай Бог за тебя. И если ты будешь Ему доверять, совершатся все чудеса, которые Бог приготовил для твоей жизни, Его имя прославится. Аминь. Давайте встанем для молитвы, дорогие. Как потрясающе размышлять о рождении Иисуса Христа. Как это необыкновенно и мощно. Точно так же, как Иисус родился, и написано, не было в Нем ни вида, ни величия. По-человечески не было бы то, на что можно было бы опереться в Его жизни. У Него не было богатых родителей. Судя по тем жертвам, которые они принесли при рождении ребенка, это были не богатые, далеко не богатые, можно было бы сказать даже, что бедные люди. У Иисуса не было по-человечески богатых родителей. Он не родился в хоромах. У Него не было каких-то перспектив по-человечески. Но Отец Небесный вел Его через всю жизнь. И Он исполнил волю Божью. И сегодня мы поклоняемся Ему, как Царю Царей и Господу Господствующих. Это потрясающий пример. Это потрясающий пример, дорогие Рождества. Это удивительно, когда мы смотрим, как родился наш Спаситель. Это должно ободрить каждого из нас. Как бы ты слабо себя не чувствовал, в какой бы ситуации ты не находился, если мы будем верить Богу, Он избрал нас. Он избрал тебя. Он избрал тебя. Он избрал тебя. Этого достаточно. Если Он тебя избрал, никто, ничто не может изменить это. Тебе просто надо доверять. Тебе просто надо доверять. И Он Сам. Да, написано по краткоревленному страданию. Иногда нужно что-то пройти. Иногда Он хочет тебя от чего-то очистить, освободить. И тебе кажется, что это потеря. А на самом деле это чистка. А на самом деле просто Бог хочет освободить тебя, чтобы ты воспарил, чтобы ты мог Его знать, чтобы не мешало тебе что-то левое в твоей жизни, то, что мешает Ему прославиться в твоей судьбе. Дорогие, давайте в этой молитве скажем Богу о своем доверии. Давайте в этот праздник Рождества скажем Иисусу, что мы доверяем Ему каждую ситуацию. И Дух Божий сейчас на этом месте. И Дух Божий сейчас сверхъестественно наполняет и мысли наши, и чувства наши. Я уверен, что Он говорит с тобой сейчас. Давайте молиться Ему и доверять Ему каждую ситуацию. Давайте попросим, чтобы Он взял свою власть, в свои руки взял каждую ситуацию. Отец Небесный, мы стоим перед лицом Твоим. И мы благодарны Тебе за Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за Сына Божьего, который оставил небо и пришел на эту землю ради того, чтобы спасти нас от озера Огненного. Господи, мы благодарны Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе за Духа Святого, который поселился в наших сердцах. Спасибо Тебе за то, что Ты теперь хранишь нас в своих руках. Спасибо за то, что у Тебя есть план для нашей жизни. И это самая лучшая воля Божья, благая, угодная и совершенная. Господи, ради этой воли я хочу жить. Ради этой воли, Господь, я готов идти до конца. Ради этой воли я готов отказываться от своих сомнений и страхов, чтобы угодить Тебе. И я верю, Господи, что ни один человек, уповающий на Тебя, не посрамится, не разочаруется. Но точно так же, как Христос воскрес из мертвых, и мы будем жить вечно с Тобою. Мы благодарим Тебя. В этот праздник Рождества мы поклоняемся Тебе. Мы доверяем Тебе каждую нашу ситуацию. Мы доверяем Тебе наши дома, наших детей. Мы доверяем Тебе, Боже, наших жен, наших мужей. Мы отказываемся мыслить по-человечески. Мы доверяем Тебе наших родственников, драгоценных, которые сейчас находятся в разных ситуациях. Господи, кому-то сказали, какой-то диагноз поставили о неизлечимой болезни. Господи, мы разрушаем власть дьявола сейчас во имя Иисуса Христа. И мы призываем надежду, мы призываем будущее, мы призываем волю Божью в жизни каждого человека, в жизни каждого нашего родственника, в жизнь наших братьев и сестер по плоти. Аминь, Господь. Мы верим Тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова